Привет, друзья! В умных книжках говорят, что корабли и яхты плавают за счет силы Архимеда, выталкивающей любую емкость из воды. А еще говорят, что есть несколько режимов плавания, один из которых, а именно глиссирование, прямо противоречит закону Архимеда, а второй является переходным. И как бы ни там, ни там. На самом деле, в парусном яхтинге, за исключением, конечно, спортивных снарядов, все яхты плавают в водоизмещающем режиме, и учить остальные режимы смысла нет. Хотя я лично, как человек, производящий моторные лодочки, очень люблю погонять на глиссере. Это когда лодка практически летит над водой. Но давайте вернемся к водоизмещающему режиму. Самое важное в нем, это то, что до определенной скорости вода практически не сопротивляется, и нужно минимальное усилие, чтобы яхта начала двигаться, но с увеличением скорости сопротивление существенно увеличивается, и однажды наступает такой момент, что сколько усилий не прикладывай, яхта быстрее не пойдет. Для наглядности просто попробуйте сначала медленно зайти в воду, а потом побегать. Заметите разницу. Вода остановит любого бегуна. Но потом люди заметили, что если лодка длинная и узкая, то сопротивление наступает существенно позже. Даже появилось такое выражение. Длина бежит. Именно поэтому обычная шлюпка на веслах гораздо медленнее академической байдарки, даже если грести будет один и тот же человек. Кстати, от осадки сопротивление тоже зависит. А осадка прямо зависит от веса яхты. Вроде бы все понятно. Что нужно для создания эффективной яхты? Сделать ее максимально длинной, максимально узкой и максимально легкой? Тогда можно повесить максимальное количество парусов и выжать максимальную скорость. Так и сделали. Но в прошлом. А потом придумали очень крутые эффективные паруса, поставили моторы, а яхты стали двигаться медленнее, чем раньше. Что же произошло? Почему все так плохо? На самом деле все просто. Как и везде, всем управляет рынок, даже скоростью яхт. Что мы имеем на сегодняшний день? Яхты становятся максимально пузатые при минимально возможной длине. И все лишь потому, что в чартере или в маринах за стоянку приходится платить в зависимости от длины яхты. И плевать всем на уменьшение скорости. Главное, чтобы кровати были широкие и за столом побольше людей могло сидеть. Все равно ведь до соседней бухты всего пара часов в ходу. Вон в реальности уже в 10 метров вместили три полноценные каюты с двумя туалетами. Люди требуют комфорта и экономичности. А спорт большинству совершенно не нужен. Поэтому сейчас между чартерными и спортивными яхтами выросла огромнейшая пропасть. Тут, как говорится, сколько котенка не выжимай, а результат налицо. Исходя из всего этого, стоит понимать, что конструкция корпуса очень влияет на конечную скорость яхты. И ругаться на неправильную настройку парусов или горевать, что производитель не поставил мотор помощнее, просто нет смысла. Закон Архимеда, сопротивление воды и рынок четко определили, что спешка в водоизмещающем режиме яхтинга противопоказана. Только поломаете рангоут и не более. Кстати, я заметил, что народу очень редко нужна скорость. Идущая на скорости яхта – это постоянное напряжение и дискомфорт для экипажа. А современное поколение без комфорта никуда. Поэтому всем, кто любит драйв и скорость, рекомендую обратить внимание на современные спортивные катамараны. Они гоняют на подводных крыльях и выжимают рекордные скорости в 100 км в час против 10-15 в яхте. А сила Архимеда и водоизмещающий режим пусть останутся для любителей классики и комфорта, таких как я, к примеру. А на этом школа яхтинга «Ты капитан» прощается с вами. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и не забудьте перейти на сайт YouCaptainInfo, а также страницы в Facebook и Instagram, где я рассказываю про то, как быстро и легко научиться яхтингу. Ссылки вы найдете в описании.